Здравствуйте, дорогие мои зрители! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами говорим о возвратных заморозках. Итак, 6 утра и не по траве. Возле дома температура на градуснике 0. Мы с вами идем дальше. Изморозь-изморозь. Может показаться, что мороз только на почве. Ну и сейчас подойдем к черешенке. Посмотрим. Листики ее тоже замерзшие, тоже покрыты инием. Нам опасаться особо нечего, потому что виноградник весь накрыт. Ну что ж, эту ночь, точнее утро, пережили мы без потерь. Я уже все раскрыла. Пока что никуда ничего не уносила. Почему раскрыла? Ветер. Ветер, чтобы не пообламывал почки. Конечно, мороз был небольшой. Возможно, что таким почкам ничего бы страшного не случилось. Но в некоторых местах у нас уже большие побеги. Вплоть до вот таких. Ну, такие, конечно, бы прихватила. Или вот такие, как здесь. Может быть, только прихватила бы крайние листики. Но может и все вместе. Там уже и гроздочки проглядывают. Ну, жалко. Проще все-таки накрыть. Используем мы для укрытия синтетический ватин. Это тот же материал, которым мы укрываем на зиму. Легко, удобно, быстро. Скажем так, все мои виноградники вчера накрыть у меня заняло где-то часа полтора. Это с учетом, что их надо было еще спустить эти одеялки с чердака. Ну, какой вывод напрашивается. Конечно, на прогноз погоды, надеюсь, я сам не плашай. Прогноз погоды передавал, по-моему, плюс один. Ну, мы уже знаем нашу местность. Недалеко болоться. И поэтому у нас на градуса два, а то и три вполне может быть ниже. Конечно, если нет возможности приехать на виноградник, это одно. Но если такая возможность есть, я считаю, что лучше предостеречься. Потому что, когда утром встаешь и видишь поникшие побеги подмороженные, очень жалко и понимаешь, что была же возможность, а назад, к сожалению, уже не отмотаешь вот эти 10-12 часов для того, чтобы все накрыть. Впереди у нас еще ожидается такие две ночи. Это и потом на следующей неделе. Но потом, вроде как, наконец-таки погода устанавливается. Поэтому за прогнозом надо очень-очень хорошо следить. Еще часто спрашивают, что уже мы хотим высаживать молодые саженцы вегетирующие. Если саженцы, конечно, спящие, например, двулетки, высадить их можно. Но если у вас молодые вегетирующие саженцы, не спешите. Потому что, как я показала, если уже где-то такая, если еще где-то довольно закрытая почка на взрослом кусте может пережить небольшой заморозок, то молодой вегетирующий саженец вряд ли переживет. И будет жалко и усилий, и затраченных средств. Поэтому, опять же, следим за прогнозом. Не спешим. Числа после 15-го, может быть, и после 20-го, когда уйдет точно уже опасный заморозков и хорошо прогреется почва. Только тогда мы высаживаем молодые кусты в землю. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свои мнения и задавайте вопросы. Под видео мои контакты, ссылка на каталог наших сортов. Вам хороших урожаев, хорошего роста вашим лозам. И до новых встреч. До свидания.